приветствую вас давайте разберем ваш вопрос в первую очередь ваш текст он про то что у вас повторные браки у вас и у вашего мужа и ваш текст про то что по сути ваш муж вас обманывает периодически взаимодействуя со своей бывшей женой хотя он говорил вам о том что их связывает только ребенок собственно все вы говорите что муж он прилежный но факт вранья есть а ну помимо того что вам совершенно очевидно неприятно и больно не совсем понятно чего вы хотите то есть какой ваш вопрос то есть если вы хотите исправить ситуацию с мужем если вы хотите наладить взаимодействие значит с ним это одно увидеть в чем проблема да и какие есть подводные камни у ваших отношений вот это одно если вы хотите разойтись вот с ним закончить отношения мы поможем вам перешить адаптирование а вот и значит двигаться дальше но здесь ситуация не такая что поскольку это уже получается второй ваш брак который не складывается то то я думаю я думаю имеет место быть значит некое такое сценарное поведение которое нужно корректировать и соответственно смотреть что конкретно значит вы делаете не так да и как конкретно вы выстраиваете отношения с мужчинами что с первым мужем со своим да что со своим да что со вторым потому что ну очевидно что не складывается отношения не с тем ни с другим у вас вот вот. Дальше. Дальше. Вы ревнуете, вы не уверены в себе, вы, получается, фиксировали измену, да, факт измену, вот. Вы фиксировали факт измену, и, получается, с этим как-то мирились, вот. Значит, ну, с тем, что, вот, измену, да, ну, есть. Вот. Мы видели, ну, неоднократно, значит, какие-то проявления, так скажем, ну, нечестности вашего супруга, вот, и все равно как бы продолжаете с ним находиться. При этом вы ревнуете, вы испытываете дискомфорт, вот, того, что есть постоянная какая-то, вот, вероятность того, что он не с вами и обманул. И, получая подтверждение, вы все равно как будто, вот, как будто бы продолжаете в этом находиться. Вы говорите, не знаю, что делать и что думать, но вы уже что-то думаете, вы уже что-то делаете. Вот. Например, вы установили слежку там за человеком и прочее. Я думаю, что здесь есть некая ваша сложность с... Сама оценкой, некая сложность с ощущением... С ощущением собственной ценности, вот, и... Как-то вот, ну, не мыслите, не видите, не воспринимаете вы себя, вероятно, без мужчины. Вот. И если это так, то это проблема. Вот. Это, на мой взгляд, серьезная проблема. Вот, в принципе, три основных аспекта, вот, которые можно здесь выделить. Вот. В зависимости от того, чего вы хотите, вот, в зависимости от того, что вам нужно, в зависимости от того, в каком направлении вы хотели бы двигаться, вот, и нужно действовать. Нам нужно сказать, что, хоть вас это и не убедит ни в коем случае, да, но нужно сказать, что следить за мужчиной не имеет никакого смысла. Вот. Вот. То есть, вы этим, значит, ну, вы этим для себя ничего не получите и не добьетесь. Вот. Вот. Нервы себе срепить. Истреблять изрязно. Проблема не в этом. Проблема в том, что... что вы зависите от этой ситуации, что вы не двигаетесь никуда больше. Вот с тем, чтобы куда-то двигаться можно вам помочь. И для начала определитесь с тем, что вы чувствуете к своему супругу и что вы хотели бы по отношению к нему. Как вы относитесь к тому, что он делает помимо шелёшки? То есть если вот представить, что он действительно со своей женой не раскладывается, продолжает с ней встречаться и тогда вот как вы к этому относитесь и какое у вас это вызывает чувство. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать над собой работу. Удачи! Всего самого доброго! Субтитры создавал DimaTorzok